здравствуйте дорогие друзья все и пренепременно я проснулась в 5 утра в пол шестого я уже была урос не могла от них глаз оторвать после дождя это просто бесподобное зрелище каждая капелька словно сверкает и даже видео конечно не передаст ту красоту но я уверена на сто процентов что каждый из вас каждый раз любуются своими розами после дождя это просто незабываемое зрелище роза преображается меняется да конечно если дожди идут затяжные то у розочки может испортиться бутон некоторые розы совершенно не переносят дождь и у нас в краснодарском крае кажется начинается осень ну конечно же она началась сегодня 2 сентября и у нас днем светит солнце 35 градусов жары а к вечеру часов с пяти шести начинается дождь да такой хороший да такой добротный растения напитываются за ночь а днем успевают просыхать я думаю это очень хорошо учитывая что осени очень часто появляется разного рода пятнистости а нас это абсолютно не радует что я вам рассказываю все вы это все прекрасно знаете собственно я хотела вам кое-что рассказать хотела рассказать вам о том что этот новый месяц приносит нам баланс и напоминание о необходимости оставаться в своих сердцах перед тем как вступить в неизвестность лето было очень насыщенным мы боролись с жарой поливали розы мульчировали их обрабатывали от вредителей от болезней подводим просто подводим итоги летом очень много сил физических было затрачено и сейчас у нас появилось время чтобы разобраться в своем текущем путешествии и отдохнуть поскольку следующий проход будет таким же интенсивным как и предыдущий этот месяц является этапом восстановления сил и также ориентиром для нашего следующего пункта назначения поскольку мы продолжаем движение в этом трансформирующем году мы все еще интегрируем ту энергию которую пропустили через себя в этом году ну а скажем особенно этим летом я имею ввиду энергию которая пришла на землю я имею ввиду и затмение и солнцестояние и разные там голубые луны все это влияет на человека я думаю что те кто умеет прислушаться остановиться и задуматься и задуматься все это понимают да и поэтому если вы это понимаете вы заметили что многие из нас могут быть эмоциональны и сами того не не зная даже тем самым освобождают годы боли и где-то подавление и многих других скрытых ран что выплывают на поверхность новый месяц это новая энергия это высвобождение старой избавление от старой энергии и с новолуния девы которая будет 6 сентября мы вступим так сказать в такие с таким образом в сентябрь очищенными и создайте для себя внутри чистую чистоту и пребывайте я имею ввиду чистоту вибрационную когда мы освобождаемся от старой энергии мы выбрасываем все ненужное а знаете ведь в древней руси наверняка вы слышали новый год начинался у славян с сентября лето заканчивалось и начиналась новая жизнь люди подводили итоги они водили хороводы это называлось камлане они убирали поля подготавливали свои дома для зимовки в принципе то же самое что делаем и мы с вами поэтому я и говорю что это новый этап а также осенью все мы расслабляемся и некоторые настолько что впадают просто в депрессию чувствуют себя уныло на самом деле это время как для нас так и для наших растений это время отдыха мы должны отдохнуть если идут затяжные дожди с природой то не поспоришь пусть идут это время для того чтобы омыть землю напитать той живительной влагой растения ведь в капле дождя столько пользы что никакими поливами нашими не 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 заменить вы сами замечали как растут базальные побеги после дождя растения все оживают а у нас современные реалии готовят нас к таким неизвестностям порой и ставят много стрессовых ловушек сопровождаемых негативными вибрациями и от транспорта электричества электроприборов криков посторонних шумов и при такой деструктивной энергии нам на помощь может прийти знаете что наследие тибетцев это поющие чаши которые своей мелодии способны быстро привести организм состояние равновесия у меня есть такая одна мне ее подарила подруга которая ездила в тибет я ее очень попросила привести мне кованую тибетскую чашу знаете она изготавливается из нескольких металлов и каждый метал должен содержать определенное количество в граммах вот металла у меня чаша из 11 металлов и как-нибудь я вам покажу ее звучание я не думаю конечно что мой микрофон передаст весь звук потому что это настолько тонкие вибрации тонкие такие герцы что когда чаша затихает мы ее не слышим но наше ухо слышит я кстати проверяла на собаке а у собак нет не у этих не у котов у собак очень хорошая слух зрение хуже так вот эти тибетские чаши ну будем называть их поющие чаши их применяют для успокоения для расслабления настроиться на благоприятный лад это я вам рассказываю так для общего развития понимания конечно же я не говорю что вам это неизвестно но может быть какой-то момент вы не знаете а может быть кто-то вообще не слышал за такие чаши не интересовался вот она у меня много лет и я ее применяю не всегда не часто иногда она у меня просто стоит но бывают моменты что я к ней обращаюсь и вот эта чаша особенно понадобилась бы людям с беспокойным сном с бессонницей неустойчивой психикой и нервным истощением ведь это ведь не редкость в наших нитрах ну есть конечно же и медитативные практики звуки чаш настраивают на медитацию успокаивают ум и даже способны оказывать влияние на тонкое тело я уже как-то заикалась о тонких телах которые мы не видим но можно сказать что мы их чувствуем но это совсем другой уже разговор это уже другая тема также чаши лечат да лечат и вот было замечено что при регулярной работе с чашами людям удавалось избавиться от многих недугов хронических головных болей желудочных заболеваний постоянных стрессов периодических депрессий я пробовала эту чашу ну так скажем конечно же на своей семье для меня очень близки ее вибрации я абсолютно спокойно переношу а вот у моей мамы у нее периодически поднимается давление и вот знаете этой чашей можно конечно немножечко подрегулировать все это дело но попервой когда играешь человек с таким вот нарушением ну не только с таким а вообще у которого что-то со здоровьем немножечко не ладится скажем так мягко выражаясь он будет попервой тяжело относиться к этому звуку даже может и раздражать его а почему потому что понимаете чаша звук чаши это идеальный звук ом аом исцеляющий то есть он соответствует вибрациям земли вот вибрация земли она вот есть да определенные частоты герцы и соответственно мозг человека так же работает и в последнее время последние десятилетия уже было учеными замечено что эти герцы гораздо-гораздо повысились и вот сейчас не буду точно врать так приблизительно скажу то есть вот допустим они были лет 150 допустим там 7 мегагерц а вот сейчас они стали уже 14 17 в прошлом году они еще повысились ну это я точно знаю вот ну как-то так очень я интересовалась и замеряла так вот если регулярно проводить какие-то сеансы с человеком к примеру да вот как я с мамой то потихонечку потихонечку ее тело ей вибрации ее тело настраивались на вибрации которые исходили из чаши вот на этот звук то есть начали выравниваться соответствовать и ей становилось гораздо легче и вот допустим года три назад мои родители вообще не понимали не любили эту чашу а еще есть знаете ну они потом привыкли и им даже нравится ну правда не так как мне понимаете и знаете еще интересный факт когда играешь на чашу ставишь ее на ладонь и если человек здоров значит у него сильная да энергия хорошо идет прокачка и чаша она быстро и звонко начинает заводиться то есть как бы петь а если человек болен это можно было проверить как я это сделала на своей бабушке да она уже была старенькая и соответственно тело ее было далеко не здоровым и чаша звучала очень-очень слабо я бы даже не сказала что это какой-то звук это нечто ну не знаю истощенное а вот перед смертью чаша вообще не могла запеть и так же у моего дядя ну вы понимаете что их уже нет ну все уходят а еще чашами делают массаж но обязательно чтобы чаша была кованая если вы где-то слышали или видели проводят такие массажи человек ложится и вдоль него по кругу него либо у изголовья и на само тело ставятся чаши каждая чаша соответствует по издаваемому звуку если в нотах смотреть определенной ноте и так же по чакрам ставят и играют на них и у человека начинают чакры настраиваться то есть выравниваться вибрации и потихонечку человек выздоравливает вы поняли что это не классический массаж с чашами да а просто это так вот выставляют таким образом их на тело и вот они открывают энергетические каналы через которые проходит положительная энергия жизни прана называется это позволяет человеку зарядиться бодростью жизненной силой рвением к творчеству созиданию и чаши которые способствуют открытию очистки чакр работе с человеческим энергетическим центром я надеюсь вас не сильно утомляет эта тема просто по теме очищение земли дождем мы очищаемся в реке в море постоянно требуется нам вода есть вот такой еще способ очищения а еще с помощью чаш можно гармонизировать пространство вибрации способны влиять не только на человека но на помещение в котором он находится на предметы даже очищать воду у меня есть сосуд с водой которую я набрала под водопадом и этот сосуд с водичкой стоит у меня я потом вылила в чашу проиграла на чаше она провибрировала когда в чаше вода и я на ней играю там видны такие волночки она словно закипает эта вода потом я перелила перелила водичку в бутылочку специальную которая у меня есть и у меня уже ну 5 лет точно эта вода стоит я могу немножечко налить выпить и знаете она не протухает вот настолько можно очистить воду раньше когда я ходила в путешествия чаша конечно не из легких она тяжеловата и иногда я брала если недалеко идти я брала ее с собой потому что я всегда окуналась в какой-нибудь водоем горный будь то водопад или ледяное озеро или это какая-то река я с удовольствием окуналась ну и когда идешь ты в поход пить то хочется а не каждую воду можно пить а вот если в чашу хоть из лужи набери проиграй и она очистится можно пить я проверяла все хорошо я жива здорово и кстати вот словно она действительно какой-то силы придает так вот колебания вызванные при игре на чашах начинают входить в резонанс с внутренним колебаниями человеческого организма постепенно приводят их к спокойствию умиротворяющему ритму поэтому человек испытывает уравновешенные спокойные ощущения и получается что пение распространяется спиралевидно в двух направлениях во внешнюю среду то есть в пространство и во внутрь предмета знаете иногда бывают там споры какие-то в семье или приходишь расстроенным и вот эта энергетика она ведь она как застреет в стенах в комнатах и потом когда вроде у нас неплохое настроение а мы заходим в здание и чувствуем вот какую-то тяжелую энергетику неприятные ощущения и думаем с чего у меня настроение это испортилось все же было хорошо а вот с помощью чаши проиграв в какой-то комнате можно очистить эту энергетику и проверяла не только я та которая знает которая верит в это у меня есть подруги у меня есть знакомые и такой предмет как чаша ну он любопытен тем кто никогда ее не видел не держал в руках и знаете изнутри при игре как будто бы какой-то аромат благовония идет это же удивительно а когда-нибудь я покажу вам эту кашу если интересно ну целью моего сегодняшнего так скажем больше рассказа а не видео было расслабить вас немножечко рассказать о том что не все так плохо что всему свое время земля сейчас очищается растения умываются а мы отдыхаем строим планы подводим итоги а зимой все растения будут спать во многих регионах снег укроет землю весной когда начнет таять снова напитает ее живительной влагой а мы люди в это время будем отдыхать отдыхать физически от наших садов и подводя итоги будем планировать какую розу посадить какое удобрение купить а что пересадить может быть даже но многие из нас еще будут пересаживать этой осенью я уж точно это наверное как у многих это как как пить дать пересадить розу куда-нибудь осенью пока еще не весна потому что весной лучше розу конечно же не трогать ее корневую систему потому что за зиму она нарастает мы думаем что раз роза не растет то и корни в холодной земле сидят на месте нет они растут если зима морозная но не снежная и абсолютно без осадков я конечно у нас такое бывает в краснодарском крае бывает я проливаю воду под розы понемножку но последнее время я уже говорила что я применяю мульчу и когда земля остынет я укрою землю землю конской подстилкой то есть перекопаю а сверху немножечко немножечко опилок совсем немножко подальше от стволов сантиметров на двадцать чтобы если пойдут дожди чтоб не запрели стволики чтоб не заболели вот такое вот надеюсь расслабляющее видео может быть кому-то интересная информация увидимся услышимся всего вам доброго спасибо что вы у меня есть и у